Главная неординарность в том, что площадка решена в оригинальной архитектурной композиции. В парке не будет прямых линий, все аллеи закруглены. В проектировке дорожек учтены особенности отдельных групп горожан. Их передвижение тоже будет комфортным и удобным. Предстоит выполнить тротуар асфальтированный. Для инвалидов по зрению он будет прямой. И завершить устройство тротуаров из плитки. Оси у него разбивка принята. В настоящее время предприниматель занимается заготовкой материала, потому что гранитный бордюр ему нужно заказывать под себя. Объемы работы он, соответственно, дорожный и тротуарный бордюр тоже заказывает. Асфальтовое покрытие он сам будет выполнять. В сквере уложат тактильные тротуарные плитки. Они станут индикатором для слабовидящих и слепых. На поверхность плиток нанесут линии или точки, которые легко ощущаются даже под подошвой обуви или с помощью трости. Слабовидящие смогут сориентироваться о приближении к проезжей части, изменении уклона поверхности, наличии опасных объектов впереди. Подобные плиты уже есть в районе Всероссийского общества слепых в Абакане. Сквер у нас – это трехгодовой проект, реализация у нас на сегодняшний день. Основной объем мероприятия по устройству тротуарных плиток выполнен. Структура у него сложная, то есть он разнонаправленный. Применение покрытий в нашем городе, в данном сквере тоже несколько типов. Там разный тип тротуара на плитках, резиновое покрытие. Предстоит нам еще оборудовать беседками и озеленить этот парк. В новом сквере высадят цветы, установят скамейки для отдыха и информационные стенды. Напомним, благоустройство территории идет в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Надежда Савельева, Андрей Оралов. Новости.